Здравствуйте, друзья! В эфире немецкие потуги осенью 41-го. Гарри Грисби в Арунде Ис, 12-й ход за немцев и с вами Фрактас. В общем, беда у меня тут случилась на Смоленском направлении. Я думаю, кто внимательно следит за игрой уже в курсе. Я потерял две танковые дивизии в окружении. Цифры перед вами. Не хочу больше никак это комментировать. В общем, помянем. Эти две дивизии должны сформироваться в тылах. Да, 12-я и 7-я многострадальные танковые дивизии. Вот они. Они пустые. Так, вероятно, регулировать максимальное количество той мне дадут возможность на следующий ход. Пока что у них нихрена нету. Ладно. Ждем эти дивизии вновь на фронте. Сейчас резервы будем подтягивать. Давайте посмотрим в остальном что, кроме Смоленского сражения. С севером все понятно. У меня тут, кстати, болото не прикрыто. Надо, наверное, будет как-то это все-таки сделать. На Нарве стоим. Значит, под Таллин мы идем. Там пока непонятно. Я еще авиация прилетаю, естественно, все разведаю. Под Псковом. Советская часть отошли. Внезапный подарок. Под речкой Великая никого... Вот вопрос. Я, конечно, сейчас продвину 100%. Надо как-то к Ленинграду подходить. Другое дело, что у меня осталось буквально... У нас какой-то 19-й ход. У меня осталось 4, наверное, хода от силы для того, чтобы закрепиться где-то. И продвигаясь здесь вперед, ну, максимум, что я смогу взять, может быть, Великие Луки. Вряд ли я за 4 хода доберусь до Ленинграда. Хотя попробуем. Видите, в чем дело? Он оставляет пригретые позиции с двоечкой. Тут сейчас понятно, мы Псков в обход пойдем. И будем пытаться Псков окружать. И Великие Луки, и Псков брать. Ну, блин, это подарок, если честно. Потому что я вполне считаю, что Ставка вполне могла удержать речку Великую. С моим-то талантом командира, а? Ладно, смотрим дальше. Смоленское сражение. Здесь балкон почему-то еще остался. Естественно, мы будем его использовать. Поэтому группа Гёпнера будет бить также на Смоленск. А пехота будет пытаться окружить Псков. Тут еще посмотрю по частям. Здесь вот недостаточно мощной части стоят. Далее. Смоленск. Советские части отошли вглубь. Наверное, в попытке закрепиться или что, не знаю. Или затягивая меня в эту ловушку. Смоленск надо брать. Так, посмотрим, где тут еще будет слабинка у Советского Совета. Пока что мне выгодно растягивать фронт. Но где-то к ходу на 15-ом мне придется отойти. Вот такие балконы я уже оставлять не смогу. Тем более удерживать их зимой. Поэтому мы сейчас пока идем вперед. В надежде, что тут еще где-нибудь что-нибудь отступит. Либо даст себя окружить. Потому что я сейчас буду удар наносить вот таким образом. Вот сюда Гудырян ударят. Сюда мы скорее всего ударим с помощью группы Гота. А соответственно отсюда нас поддержит Гёпнер. И создадим угрозу окружения вот этим частям. Тут три танковые группы у меня сосредоточены. Если я сейчас не использую этот шанс, то я наверное его уже никогда не использую. То есть вот этот балкон надо закрывать. По операциям на Центральном фронте я полагаю, что это будет последняя финальная операция лета осени 41-го года. Юг советской части отход. Неужели Киев покинут? Простите, не удержусь. Разве это прямо сейчас проведу? Естественно, просто Киев никто давать не будет. Это логично. Тут на Черкассы части отошли. Видимо готовится кулак отбивать мой танковый удар. На юге все отошли. Почему-то Одесса укреплена. Любопытно. Неужели вот здесь нету связи сплошной с фронтом? Странно. Если окружим Одессу и вот это все удастся съесть до 4 хода. Это тоже большой подарок. В общем на юге ничего не понятно. Советы отходят. Киев все еще обороняется. Давайте посмотрим, какие бои у нас тут происходили. Кроме уничтожения Смоленского котла. Бомбежка аэродрома. Хрена, их тут 90 бомбардировщиков летают. Мы 6 потеряли, да? Они 1 потеряли. Почему он так успешно бомбит на аэродроме, например? Вот здесь у них потери посерьезно. 136 бомбардировщиков. 100, блин, 36. Охренеть просто. Ладно. Он реально мою авиацию хочет выкосить на аэродромах. Тут партизанам бесятся. Надо их теперь ходить искать. Потому что я их не вижу здесь. Нужно частями бродить, смотреть, что происходит. Ай, беда с этими партизанами. Ладно. Тут подрывы. Ай, Минское шоссе. Это не шоссе. В смысле, Минская железная дорога была подорвана. На самом деле это важное. Потому что основное направление идет как раз по Минской железной дороге. Я ее только-только здесь провел. Ее тут же перерезали. Как бы не так далеко перерезали. Блин. Ладно. И все. Больше я сражений не вижу. По-моему, вот здесь части есть. И нам бы вот по-хорошему вот сюда бы сдвинуться резко. Как-то вот такой бы маневр резко совершить. Потому что вот здесь явно еще части бродят окруженные. Ну как окруженные. Не окруженные. Заплутавшиеся. Я бы так назвал их. Ну тут вот я... А, стоп. Смотрите. Тут что за бои были у нас? Румынская пехотная дивизия отступила. Потери сопоставимые. Единственное, что советы тут еще и танки потеряли. И здесь мы нанесли им больше потери. Несмотря на это, все равно отступили румыны. Я не знаю, с какой цель вообще этот бой был навязан. Единственное, что могу сказать в пользу боя, в чем полезность его для Советского Союза. Советский Союз набирает победы тем самым. А победы приближают его части к званию гвардейских. Господа, граждане, друзья. На этом обзор пришедшего мне хода все. Пойду погорю и маленько сделаю ход. Отчет по проделанному ходу. Финны заняли всю границу, окопались. Тут все хорошо. Смотреть даже особо не начало. Под Нарвой разведка доложила о скоплениях противника. Я не знаю, что это за скопление. Есть ли тут подготовка какая-то к чему-то? Ну, скопление по факту есть. В Ленинграде что-то похоже вообще никого нету. Я тут разведка полетал, только какие-то разрозненные части. Больше ничего не увидел. Таллинн обороняет две советские части. Будем взломать на следующий ход. Не знаю, силами одной дивизии или ни одной. Буду думать. Под Псковом мы организовали прорыв в Бреж. Я не знаю, почему ставка отвела здесь части. Не понимаю. На ловушку это не очень похоже. Потому что я не вижу кулака, который должен тогда ударить в ответ. Поэтому мы просто здесь заходим. Предпринимаем попытку окружения. Есть мысль под Витебском, под Великими Луками, сделать, попробовать окружение советских частей. Под Смоленском достаточно серьезный прорыв. Да, он хреново снабжается. Он, скорее всего, сильно тут глубоко не пойдет. Хотя, опять же, вот здесь я не вижу никаких заслонов, никакой обороны. Обороны строятся южнее. Видимо, Вязьму оборонять предполагается. А здесь вот нет никого. Поэтому у нас Манштейн совместно с Готом будут удар наносить на северо-восток. Возможно, в дальнейшем разделяясь. Я подумаю еще, как это правильно сделать. Будем смотреть по обстановке. Также было принято решение заменить на посту командующего 4-й танковой группой Гёпнера на генерала Эриха фон Манштейна. Возможно, потом пойдет еще выше на повышение. Но пока так. Пока так. Очень важная миссия сейчас у 4-й танковой группы. Поэтому нам нужен очень хороший генерал. Прорыв есть. Не знаю, чем тут. Посмотрим на то, как отреагирует советское командование на этот прорыв. Под Смоленском особых изменений нет. Кроме того, что сюда вводятся все новые и новые резервные части. Мы продавливаем и продавливаем на северо-восток. Здесь нет топлива. У нас есть здесь части, есть силы. Достаточно плохое сопротивление советских частей. Обратите внимание на северную часть прорыва. Нужно топливо. Топливо, топливо. А топливо... Снабжение мешает партизаны. Потому что магистраль на Минске была перерезана. Мне пришлось отводить ремонтные части ФБД сюда на Минск. Ремонтировать железку и снова идти вперед. Партизаны, блин. Сильно мешают. Мы довели железную дорогу практически до фронта по Припятским болотам. Ребята, не делайте железную дорогу по Припятским болотам. Не повторяйте мою ошибку. Да, она тут есть, но толку от нее теперь тут нет. Я буду перенаправлять теперь эту ветку на север. То есть она пойдет у нас вот сюда теперь. Тоже в сторону Смоленска куда-то. Не думаю, что зимой советские части будут предпринимать контратаки. Тоже по Припятским болотам. Но это было бы странно. Далее. Я увидел плохой заслон к северу от Киева. У Ставки достаточно слабая часть стоит здесь к северу. Поэтому танковая группа Клейста была переброшена сюда от Киев и будет предпринимать попытку наступать севернее. Вот здесь. Здесь болото, здесь Десна, но здесь нету советских частей. Я надеюсь, что Ставка проморгает этот маневр и мне на следующий ход будет возможность пробить. Несложный заслон здесь. Также нам удалось окружить отступающую часть какую-то советскую. У меня такое ощущение, что она отступает очень давно, еще с начала войны. Но вот как бы наконец она была окружена. Не думаю, что ей удастся вырваться. Скорее всего мы ее будем уничтожать. Мы ликвидировали небольшой котел охранных частей под Венецией. Две части НКВД сдались. Потери не очень большие. Не очень важно. Ставка увидела. Наш танковый кулак на направлении на Черкассы. Здесь была выстроена плотная оборона. Особенно вот к северу, ближе к Киеву. Вот она. Достаточно плотная оборона. Но наш танковый кулак будет бить Сершин с другой стороны. Будем пробовать как-то наносить неожиданный удар. Не знаю. Не давать подготовиться противникам. Странное решение по поводу оставления частей под Одессу. Да, мне не хватило очков действия, чтобы окружить Одессу полностью. Но мы перерезали железную дорогу, снабжение к ним. Это раз. И тут в принципе остаются три клетки. Если сейчас Советский Союз срочно не начнет выводить отсюда части, они все вот эти вот попадут в окружение. Да, к румынам. Но я думаю, этого будет достаточно. Это будет такая хорошая победа. Пробежимся по сражениям. На севере сражений практически не было, кроме вот здесь попытки обхода и сдерживания частей на выход. 201-я парашютно-десантная отступила с небольшими потерями, потому что атаки с ходу в основном наносились. У меня не было практически подготовленных атак в этом ходу. Кроме вот этой, которая, блин, ничего не добилась абсолютно. Я пытался тут как-то расширить проход к основным частям, ничего не вышло. И вот здесь, да, была атака. Здесь тоже в советской части отоборонились. Но это была атака с ходу, поэтому как бы просто глупая атака с моей стороны. Прорыв небольшой. Вот здесь у нас 126-я стрелковая отступилась с потерями. Здесь они отоборонялись, но тоже с потерями. Здесь также 91-я кавалерийская отступила, практически ничего не потеряв. Наоборот, мы здесь понесли намного больше потери. 371-я стрелковая отступилась здесь тоже с потерями. Мы 3-кратное преимущество было, причем это отбило танковое 10-я. В южную часть, как видите, я не наступаю. Я вижу, что здесь очень серьезные силы собрались. Мне вот эти силы советские нужно отсечь. Чем сложнее им будет попасть вот сюда, тем лучше для меня. Поэтому чем глубже я захожу вот сюда, повторюсь, тем лучше для меня. Я их вполне могу сдержать. В группе армий центр это вполне по силу. А вот наступать на них я не вижу возможным. К тому же они находятся южнее Москвы, если их так прям отсечь, хорошо. На московском направлении вообще ничего нет. Какие-то такие бреши странные. Или это опять попытка заманить меня в мешки и окружить и уничтожить? Как те две дивизии были потеряны. Странно. На этом ходу я не получил никаких резервов дополнительных. Кроме тех двух танковых частей, которые нам вновь начали формировать. На юге, как видите, сражений никаких абсолютно не было. Потому что советский фронт отступает. Мы наступаем. Просто фактически одни за другими бегут. И ничего не происходит. Я полагаю, здесь будет попытка укрепиться на рубеже. Кировоград, Николаев, Днепропетровск, Бутабаренц. Я не думаю, что я к зиме смогу взять Днепропетровск. Вот честно. Мне надо прям сильно обрушить фронт, чтобы его взять. Как вы помните, у нас теперь текущие цели на лето-осень 41-го. Это Киев, это Смоленск. Ну вот теперь я еще Псков, наверное, добавляю к целям. Хотя, вряд ли. Киев, Смоленск. Мне бы очень хотелось взять Псков, потому что нам зимовать. И нам нужны крупные города. Смоленск, допустим, шанс есть взять. Киев, тем более, есть шанс взять. А вот с Псковым пока ничего не понятно. В конце покажу вам, как у нас обстоит дело с железными дорогами. Больная тема, потому что партизаны. У группы армии Север классически все хорошо. Единственное, магистраль была перебита южнее Вильнюса. И пришлось ее срочно вычинить. Поэтому следующим ходом тут как бы у Манштейна тоже будут проблемы. Будем надеяться на его талант. Под Минском железная дорога была перебита, то уже ремонтируем. Поэтому дальше мы особо не продвинулись. Смоленское направление у нас так и не снабжается нормально. Под Припятскими болотами я показывал. Мы здесь завершили ветку. И сейчас будем перенаправлять ее севернее. Ну вот на юге все хорошо. Мы ведем ветку к Киевскому сражению. И, собственно, вслед за танковыми частями. Уже теперь в текущей вариации. Плюс тут еще у Румын есть своя, собственно, ветка. Она движется достаточно медленно. Но, тем не менее, мы сможем снабжать неплохо группировку, которая будет пытаться окружить под Одессой. Советской части. Вроде ничего не забыл. Ребят, на этом все. Спасибо, что продолжаете смотреть за мучениями немцев в Советском Союзе. С вами был Фрактус. Всем всего доброго. Пока.